Песочные пустыни рукотворны. Статья от Пули Снегопада. Текст читает Юлона Стояна. Пустыни рукотворны и молодые. Довольно громкое заявление и вполне обоснованное. За много лет эта версия, собственно, возразить никто и не смог. Главная причина, наверное, все же не в том, что мы абсолютно правы, а в том, что люди даже никогда об этом не задумывались. Главная причина, наверное, все-таки не в том, что мы абсолютно обо всем правы, а в том, что люди даже никогда об этом и не задумывались. Не только простые, но даже и научные деятели. И тех, и других воспитывали с таковым мнением, что о мире все давно известно. А белые пятна, если и есть на карте, то кто-то запомнит их и без нас. В общем, думать и что-то исследовать не в компетенции людей. В нашей компетенции лишь служить и подчиняться, верить всему и исправно платить налоги. В нашей компетенции лишь служить и подчиняться, верить всему и исправно платить налоги. Рассмотрим еще раз наши аргументы и приведем новые, а также ответим на некоторые ваши вопросы. К примеру, комментарий Романа Илленко. Версия о пилке мне очень понравилась, но загадок очень много. Мы на картах 17 века видим леса в Африке, а в 18 веке – пустыню. Ох уж эти загадочные 300 лет. Именно 300 лет назад отменили календарь нашего народа, который свидетельствует о том, что на Руси письменность, математика, астрология и пошло-поехало было 7 тысяч лет. Именно 300 лет назад были надгробия сломаны и брошенный фундамент некоторых домов. Причем оттиски на камне – это далеко не зубило. 300 лет назад были долгожители, живущие по три века, и именно их уничтожали. Именно за три века нас раздробили на вымышленные государства с государями. Именно три века назад, как Роман подметил, Африка была цветущим раем. Причем деревья там росли не то что столетние, но и тысячелетние. Причем это далеко не предположение. Но вернемся к комментарию Романа. Кроме Сахары, есть и в других регионах, как Австралия пустыня. И там песка практически нету. Уважаемый Роман, мы рассматривали именно песочные пустыни и сам песок. Естественно, есть и другие пустыни, которые заслуживают внимания. К примеру, Белая пустыня в Америке. Она из гипса. Причем, как и с песком, по ней мы видим, что гипс сброшен на ровную почву. Откуда столько гипса взялось? Чтобы были такие горы, сваленные в одном месте? И ударение делаем на том, чтобы он был чистым. Никакие катастрофы, падение лун или астероидов, цунами, высыхание дна морского не дадут такой результат, чтобы вначале была ровная поверхность почвы, а на ней были навалены кучи чистого гипса или чистого песка. По Австралии тоже много вопросов. К примеру, Ради Халиков поделился фотографиями. Что это? Каким ковшом вообще можно было так ровно обрезать? Кто-то скажет, ледник прошелся. Но Австралия далеко. Ледник не может расти в геометрической прогрессии, отдаляясь от центра полюса и расширяться в разные стороны. Плюс по линиям этим видно, что срезался слой грунта направлением не с севера на юг, а с запада на восток. Читаем комментарий дальше. Автор говорит, что людям умышленно не говорят о происхождении, а вполне возможно, никто даже и не знает, да и не мыслит именно в таком русле. Песок, опилки. Да, официалы говорят, что экватор рядом проходит. Вот и пустыня. Но только слепец не узрит, что на экваторе во всех странах зелень. Все-таки может со дна морского намыло, как и глину, во времена потопа 17-18 века? Во-первых, версия, что никто не знает, тоже часто приходит в голову. Уж слишком странно ведут себя паразиты. Что-то ищут, роют и роют. Что порой складывается впечатление, обновление памяти произошло со всеми, даже с ними. Они раньше нас очухались, а мы просто сейчас только вступаем в игру. Хотя, какие средства тратятся на общепринятое мировоззрение и как ильяно охраняется, чтобы наше мировоззрение не выходило за рамки начерченного паразитами круга? И эти факты немного не вписываются в эту точку зрения. Во-вторых, со дна не может намыть такие небоскребы песка. Смотрим. Ровная поверхность грунта. На ней чистый, чистый песок. Единственное, что в этих кучках встречается, это так называемая окаменевшая древесина. Более подробно об этом посмотрите вторую часть фильма «Каменные породы». Как мало мы о них знаем. Возвращаемся к комментарию. Леса превратились в песок под высокой температурой. Но под высокой температурой леса должны были сгореть. Или это другие опилки? Деревья, то, что от них осталось, торчат из песка в пустынях. Они-то не уничтожились? По песку свою версию выскажу чуть дальше. Ведь есть еще попутный комментарий к этой теме. Давайте затронем тему, как делается древесный уголь. Производство угля из кусковой древесины имеет несколько этапов. Вначале сырье подготавливают. Нарезают, измельчают и сушат. Затем помещают в углевыжигательную печь, температура в которой достигает 450 градусов. Здесь происходит процесс пиролиза древесины, то есть ее термическое разложение в вакууме. После этого уголь должен остыть в печи, также без доступа кислорода. Затем его достают и оставляют остывать еще на 30 часов. А теперь посмотрим на черную пустыню Египта. Очень много этих обожженных пеньков. По всему периметру разбросан как раз так называемый каменный уголь. Толщина обгоревших пеньков говорит нам о том, что как раз деревья там росли тысячелетние. Кстати, такая черная пустыня в нашем мире не одна. Какова природа появления угля по общепринятому мировоззрению? В принципе, недалека от истины. Уголь – это именно деревья. В официальной науке достаточно добросовестных людей, которые проводят лабораторные исследования. И потому требовать от них, чтобы они говорили, что уголь – это застывшая лава. Когда люди видят, что это не так, было бы сложно. Так что к их исследованиям присматриваться можно и нужно. Но вот когда доходят вопросы, а как именно уголь появился, какова его история и попутно, каково настоящее прошлое, тут уж, тут уж писари в офисах сочиняют не краснее. Возьмем, к примеру, публикацию «Леса и растения каменоугольного периода», который начинается с таких слов. «Когда-то воды мирового океана покрывали всю планету, а суша появилась на его поверхности отдельными островами». Ученые указывают на эти острова с большой точностью. Таким же образом – по угольным пластам, рассеянным по всему земному шару, даже в полярных странах. Каждая местность, где находится каменный уголь, была когда-то островом, вокруг которого кипели волны мирового океана. По протяжению залежни и каменного угля можно узнать приблизительную величину лесов, покрывавших острова. А по толщине угольных пластов узнают, как долго они здесь произрастали. Миллионы лет тому назад эти островные леса захватили грандиозные запасы энергии солнечных лучей и погребли их вместе с собой в каменных могилах Земли. Вот такая схема. В двух словах. Вначале деревья выросли, потом повалились в один слой, на них вырос второй слой, вновь повалился и так далее. Далее отчего-то этот период лесов, каменноугольного периода, заканчивается. Ученые предполагают, что пала комета, эти слои оказались под грунтом, грунт создал давление, нет воздуха. Эти условия, по мнению анналов, и стали катализатором для трансформации древесины в пласты угля. А теперь смотрим на эти слои угля. Слои угля однородные, без примесей чернозема, глины или песка. Один слой угля. Как вы думаете, сколько он метров? Ведь даже роторные экскаваторы выглядят маленькими игрушками. Большие грузовые машины вообще выглядят крохотульками. Это отбрасывает любую версию большой кометы, которая принесла бы хаос, а не ровные слои. А вот под каким слоем глины он оказался. Причем вновь видим ровный слой глины. Если природа появления песка и угля у нас уже не вызывает сомнений, это деревья, то откуда появилась глина?